Эфир телеканала БАП продолжает информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В спорткомплексе «Алим» прошел чемпионат Северокавказского регионального командования внутренних войск под Зюдо. Лобинские ТОСы подводят итоги и формируют планы на этот год. Масленица пришла. Горожане пекут праздничные блины. Предстатели микрорайонов города отчитались перед администрацией поселения о проделанной работе в 2012 году. Первым итоги года подвел ТОС микрорайона номер один. Его территория охватывает северную часть Лобинска, дачный поселок и поселок Прохладный. Об этом Карина Огонян. На территории Лобинского городского поселения действует шесть органов общественного самоуправления. Согласно данным, в первом микрорайоне проживает 14 329 человек. Действует 9 квартальных и 29 домовых комитетов. Итог годовой деятельности ТОС микрорайона номер один Лобинского городского поселения подвела председатель Полина Сергеевич. По ее словам, работа по благоустройству микрорайона ведется постоянно. Большое внимание уделяется ремонту дорог. А проблема несанкционированных свалок, как всегда, стоит особо остро. С этим, по словам председателя, ведется большая работа, однако часто приходится сталкиваться с недопониманием со стороны населения. Проведена большая работа с жителями микрорайона по уборке территорий, при домовых территориях, по оплате мусора ТБО. Значит, были огромные побели на территории деревьев. В данный момент сейчас прочищается лесопосадка Курганинского выезда, чтобы к нам жители приезжали и гости, и был у нас красивый город. О работе ветеранской организации отчиталась Лариса Мезенцева, член Совета ТОС первого микрорайона. Согласно ее отчету, пожилые люди не остаются без внимания. Для них устраивают праздники, организуют выезды на различные мероприятия, поздравляют с юбилеями. Организация работает совместно с органами соцзащиты, которые помогают в уходе за пожилыми людьми. Оценку совместной работы с ТОС микрорайона номер один дал депутат Лобинского городского поселения Игорь Чигаев. ТОС номер один, во главе с Полиной Ильичем Сергеевичем, в 2011 году проводил достаточно активную работу в взаимодействии с депутатским корпусом нашего города. Было проведено множество встреч с жителями, сходов граждан, на которых люди высказывали наболевшие вопросы. Они зачастую носили мелкий характер, допустим, как в частности в поселке Прохладный просили песок для детишек на детскую площадку. Жители дачного кооператива просили также песок на детскую площадку, было им оказано. Жители МТФ номер один попросили строительные материалы и также песок для того, чтобы они могли построить детскую площадку, как вы смогли наблюдать. На данных сходов с гражданами присутствовали не только депутаты и председатель микрорайона. Также были специалисты администрации города и участковые полномочия. Жители северного микрорайона обращались с просьбой навести порядок напротив воинской части 3219, где образовалась стихийная незаконная автостоянка, прикрывающая пешеходные дорожки. По словам Чигаева, работа с населением по пропаганде чистоты улиц ведется постоянно. Однако много еще необходимо сделать, чтобы у людей появилось чувство ответственности за уборку своей территории. Он также отметил, насколько необходимо строительство детских площадок и не только для первого микрорайона, но и для города в целом. Я принял решение в этом году взять шесто на строительство детской дворовой площадки по улице Заслована в северном микрорайоне, в котором практически отсутствуют детские площадки. Поэтому обращаюсь ко всем жителям, ко всему активу ТОС номер один поучаствовать в строительстве данной площадки. Ведь мы сами знаем, чем больше людей будет строить, тем больше людей будет помогать, тем больше людей будет следить за порядком. Пусть это будет не суперсовременно, но будет с футбольным, волейбольным полем, с какими-то брусьями, турничком. То есть сначала, для того, чтобы молодежь могла прийти не пиво попить, а на турничке повесить, мяч погонять. Несмотря на достижение и занятое второе место среди ТОС за 2012 год, в работе микрорайона все-таки есть свои недочеты. В администрацию обинского городского поселения за 2012 год поступило 197 обращений от жителей микрорайона номер один. Это составило 19% от общего числа обращений за год. Часть этих вопросов могла быть разрешена на месте, не доходя до администрации и до кабинета главы администрации. Потому что такие вопросы, как конфликты с соседями, уборка ТБО, отлов собак находятся в компетенции органов ТОС. В последние буквально месяцы в администрацию дважды обращались жители с нареканием о том, что прием в первом микрорайоне не проводится. Мы хотим обратить ваше внимание, что все графики, которые висят на домах квартальных и график приема граждан, который находится в микрорайонах, он должен четко соблюдаться. Свои рекомендации для более продуктивной работы дал начальник отдела ЖКХ Владимир Пеледжанян. Считаю, что в микрорайоне нужно вывести на должный уровень проведения работы с населением по вопросам содержания придомовых территорий, частных домовладений, а также контейнерных площадок на многоквартирных жилых домах. Необходимо объяснять жителям, что контейнерные площадки являются общедалевой собственностью жителей и они обязаны содержать их в должном порядке. Итог встречи подвел Василий Клюев. По его словам, несмотря на большой объем проделанной работы, многие вопросы так и остались незатронутыми. Я не услышал нигде ни выступления коллег, ни в основном докладе. А что же сегодня происходит с ЛПХ? Ведь личные подсобные хозяйства, их ведения, подворья наиболее характерны для первого микрорайона. Несколько третий, четвертый, шестой и первый. Или там у нас все прекрасно, хорошо, или это все уже кануло в небытие. Да, есть проблема с поголовьем свиней. И мы с Вами все вместе пережили тяжелые дни карантина. Но есть сегодня тенденция к снижению поголовья КРС, так, Полина Иванович? Есть же причина какая-то. То ли это, будем говорить, сегодня нерентабельно, то ли это нет выпасов, то ли это нестабильная цена на молоко. Или, я говорю, какие жизни хозяева состарились и сегодня нет больше силушки за коровушкой своей ходить. В чем же причина? Или был выпас, оттуда людей прогнали. Или появился какой-то новый такой налог, который, в общем-то, не позволяет содержать. У меня есть информация, потому что я готовлюсь к отчету к нашему, что в Лобинском городском поселении, в городе Лобинске, вот в сравнении с прошлыми годами, резко, и это хорошо, а возросло количество птиц домашней. Если это тенденция, давайте мы рассмотрим, поможем людям. В целом, работа ТОС первого микрорайона была единогласно признана удовлетворительной. Карина Аганян, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Лобинский Олимп стал местом проведения чемпионата Северокавказского регионального командования внутренних войск МВД России под ЗИУДО. Более 80 спортсменов из семи субъектов Южного и Северокавказского федеральных округов приехали, чтобы выявить сильнейших и продолжить борьбу уже на чемпионате России. Подробности у Татьяны Честовой. Краснодар, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Шахты, Махачкала, Владикавказ и многие другие города представили на чемпионат команды, состоящие из сильнейших военнослужащих дзюдоистов. Служба и спорт, физическая подготовка – это неразделимые вещи. Очень зрелищный вид, и он сейчас совершенствуется. И меняются правила дзюдо. Все делается для того, чтобы этот вид, вид спорта дзюдо, красивый вид спорта, он был действительно зрелищным, чтобы задача стоит перед федерацией дзюдо, для того, чтобы больше, так сказать, так как он очень полезен и нужный вид спорта, чтобы чем больше участников было задействовано, граждан, ну, скажем, мы говорим о своей стране России, тем лучше будет. Именно Лобинск принял соревнования, потому что уже давно заявила себе как о городе, где готовят дзюдоистов высочайшего уровня. Подтверждением этому служат победы наших спортсменов на международных соревнованиях. В Лобинске очень сильные традиции дзюдо. И традиции, которые уровня Южного федерального округа, даже России. Поэтому здесь есть база, здесь есть спортсмены, здесь есть судьи, здесь есть опыт большой и проведения, и участия в соревнованиях. Поэтому, ну, и какой-то авторитет. На церемонии открытия поприветствовали спортсменов, пожелали им честной борьбы и, конечно, победы представители Лобинской администрации. Очень здорово, что у нас не первый раз уже проходят соревнования такого уровня, и в них отбирается команда именно на российские соревнования, войсковые. И уже много, я на построении видел много знакомых лиц, не первый раз, не первый раз ребята у нас уже соревнуются, и неплохие отзывы. Безусловно, спасибо большое партии «Единой России» и строителям этого спортивного комплекса, в котором мы получили возможность проводить соревнования такого уровня. Ну, и очень здорово еще, что у нас есть школа Олимпийского резерва, в которой культивируются такие мужественные виды спорта, как дзюдо. Чемпионат внутренних войск МВД России – соревнования очень высокого уровня. Спортсмены сюда приехали опытные и титулованные. Я победитель первенства Европы по молодежи, двукратный призер Кубка Европы. За плечами одного из лобинских участников, Заура Калашаова, уже есть победы на турнирах международного уровня. В прошлом году он стал первым на чемпионате Европы. И сегодня цель амбициозного спортсмена – только победа. Наша команда всегда первая, так что мы сегодня рассчитываем выиграть. В итоге все первые места заняли дзюдоисты из Краснодарского соединения. Среди них и Заур Калашаов. Теперь Заур вместе с еще шестью спортсменами выступит на чемпионате внутренних войск МВД России в Санкт-Петербурге. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Масленичная неделя началась в России. Праздничные дни продлятся с 11 по 17 марта. Православные называют эту неделю сырной седмицей, за которой следует Великий пост. Пасха в этом году будет отмечаться 5 мая. Масленица – исконно русский праздник, сохранившийся с языческих времен. В этом году широкая масленица пройдет с 11 по 17 марта. Для многих лабинцев это любимый долгожданный праздник, когда пекут блины, готовят вареники, ходят друг к другу в гости. Праздник – это всегда не только праздник снаружи, но это прежде всего праздник внутри человека. Поэтому отношусь празднично, хочется сделать нарядный вкусный стол какой-то. Я люблю очень блины с творогом и с адыгейским сыром. Это у нас такой рецепт на этой неделе. Обычно мы собираемся по выходным и уезжаем на природу. И вот там эти блины пользуются особым спросом. Всем здоровья желаем в этот праздник, всем, чтобы все хорошо у всех было. Сегодня блины буду печь. Какие? У вас есть свой рецепт, может быть, какой-то традиционный? Ну, на молоке, два яичка, пакет молока, литр, соль, сахар. Ну, смотря какие блины, смотря чем будешь начинять или не начинять. Будем праздновать, отмечать. Нам очень нравится этот праздник. Да, сегодня, скажи, блины будем стряпать с бабушкой. Согласно традиции, масленицу встречают и провожают с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена. Большие народные гуляния устраивают на улицах. В течение всей недели тематические мероприятия проводят в учебных учреждениях. Веселые проводы зимы организовывают в домах культуры. Блины – самый главный атрибут масленицы. Эта выпечка имеет ритуальное значение. Круглые, румяные, горячие. Они являют собой символ солнца, которые все ярче разгораются, удлиняя дни. Сырные недели как раз перед тем, как начнется Великий Позже, неделя будет продолжаться, но положено только отказаться от мяса и кушать только молочное и сыры. При этом, как говорится, блины обязательно. Но это такое питательное блюдо перед Великим Постом, потому и советуют, чтобы выдержать этот Великий Пост. Но, конечно, мы стараемся по традиции все исполнять. На каждый день масляной недели существуют определенные обряды. В понедельник – встреча масленицы. Во вторник – заигрыши. В среду масляной недели тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение к тещи на блины. Широкий четверг – это разгуляй. Пятница – тещи на вечеринке. Зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась за ловкиным посиделком, а вот седьмой день масленицы называют прощенным воскресеньем. В этот день принято навещать родственников, друзей, знакомых и просить друг у друга прощения, если обидели словами или поступками. Христианская церковь называет сырную неделю-седмицей для подготовки к Великому Посту, который в 2013 году начнется 18 марта. По православным канонам празднование Пасхи в этом году будет отмечаться 5 мая. Каждое услужение, которое мы проводим, оно нас готовит к Великому Посту. Все мысли на то, чтобы просить у друга прощения. Приходим друг к другу, общаемся. Кушаем пищу, которая состоит из молока, яиц, творога, все такое. И поэтому называется неделя сырная, то, что уже мясо нельзя, только молочные продукты. Люди в последнюю неделю встречаются, веселятся, просят друг у друга прощения, чтобы, вступая в дни Великого Поста, примириться, принести друг другу слова покаяния, потому что мы при жизни, бывает, на кого-то обижаемся, на кого-то что-то подумали. И когда мы свое сердце очищаем от этих мыслей, и от всего, и вступаем в неделю, в Великий Пост, где мы молимся, Пост – это время молитвы. А сейчас настало время прогноза погоды, я передаю слово Ирине Берековой. Ирина, какую погоду обещают синоптики 12 марта? 12 марта, по прогнозам синоптиков, погода существенно не изменится, все так же облачно и осадки. Подробнее через несколько минут. Это и все новости на сегодня. С вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok